Здравствуйте друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quays. У нас с полным ходом идут выходные. Сегодня с семьёй ходили в очередной парк Hitchcock. Об этом снял видео, надеюсь, выложу, может быть, сегодня-завтра, как руки до монтажа дойдут. И хотел сделать уже давно назревшее видео в том формате, к которому привыкла основная часть моей аудитории. Речь пойдёт о моём скромном мнении и прогнозах на 2017 год в отношении Америки, в отношении России, в отношении тех тенденций, которые мы сейчас наблюдаем, и моё скромное комментарие и видео, видение вот этих всех вопросов. Итак, если вы обратили внимание, последние пару месяцев у меня все видео заканчиваются такой предупредительной надписью на чёрном фоне. Задумали эмигрировать, поторопитесь, времени не осталось. Как вы видите, администрация Трампа уже начала действовать. Собственно говоря, ничего нового от Трампа мы не увидели. Он всего лишь выполняет свою предвыборную программу, достаточно последовательно в своих действиях. И я думаю, что вот эта вся шумиха по поводу того, что какие-то протестные акции и так далее и тому подобное – это всего лишь сопротивление предыдущих людей из предыдущей администрации и тех, кто, соответственно, поддерживал демократов. Потому что сейчас очень сильное лобби со стороны республиканцев в правительстве и везде. Вот. И это лобби подталкивает Трампа даже, подталкивает на более серьёзные действия, на дополнительные санкции против России и, соответственно, на другие шаги. Вот. И я могу сказать, что определённое количество штатов, где преобладает ВАСПы, White, Anglo-Sax, Пратестант и вот этот белый костяк, они все тоже за Трампа. Я тоже, кстати, живу в этом штате, в таком же из штатов. Вот. Небраска, Айва, Дакоты, всякие Вайоминги, вот. Миссури, наверное, в том числе. Как бы здесь преобладает белый вот этот ВАСПы и они именно голосовали на выборах и традиционно голосуют за республиканцев. Поэтому, если какой-то там хрен из Сиэтла подаёт на Трампа в суд, ну, я думаю, это чисто, чтобы себя пропиарить. Вообще, в принципе, на месте Трампа было бы неплохо, в его манере этому товарищу из Сиэтла ответить о том, что у него достаточно короткая память и припомнить теракты от радикальных исламистов в Бостоне и в других городах. Как бы короткой память у людей, как бы. И опять же, почему люди приезжают из чуждой культуры, пытаются эту культуру так достаточно навязчиво, декларировать и демонстрировать публично. У каждого своя вера, ребят. Вы пришли там в доме, молитесь там Аллаху, молитесь там, не знаю, Христу, там, не знаю, Заратустре молитесь, чайнику молитесь, великому трансформатору, великому там кукурузному богу Корнхолю, кому угодно молитесь. Но это вот пределы своей собственной квартиры. А снаружи квартиры находится светское государство. И если вы там одеваете всякие паранжи, там, и эти платки и все прочее, вы тем самым оскорбляете чувства других людей, которые относятся к другой культуре. Почему, например, должны белые американцы терпеть эту паранжу, там, и людей, которые заматывают себя. Вы приехали в чужую страну, будьте добры уважать чужую культуру. Или сидите у себя дома, не езжайте в Америку. Если вам нравится ходить в паранжи, там, сидите у себя в Йемене, там, не знаю, в Сирии сидите. И, соответственно, там ходить в чужую, там, сблагорассуется. А здесь, извините, Америка. Здесь изначально как бы немножко другая культура. Вот. Так что тут я полностью с Трампом солидарен на все сто. Я думаю, что изрядное количество людей, которых я знаю здесь в Омарсе, они абсолютно также солидарны в этой точке зрения. Вот. Так что пока вот эти вот законы, которые он ввел, вот эти запреты на 120 дней, они касаются пока исключительно только вот людей из сугубо исламских стран. Вот. Опять же, тут возникает такой юридический аспект. Дела не рассматриваются в течение 120 дней. Но! Никто не сказал о том, что есть запрет о приеме заявлений. Вот тут было бы неплохо задать вопрос юристам, которые сейчас занимаются обработкой вот этих заявлений по политическому беженству. И уточнить, что сейчас происходит непосредственно с подачей заявлений. Потому что, если человек приходит подавать заявление, ему не могут сказать, что мы заявление вот я принять не можем. Да, заявление будет принято. То, что оно будет рассмотрено через 120 дней, это уже другой вопрос. Но принять у него это заявление должны. Потому что, в противном случае, возникает такой вот вот непонятный юридический казус. Вот. Так что, опять же, вот тут, опять же, юридические казусы всякие разные. Опять же, промелькнула в печати информация о том, что поменяется сейчас порядок выдачи виз гражданам России. Если раньше люди, которые посетили в Америку, в срок, в течение трех лет могут повторно на собеседование приходить, а просто высылают свои документы на продление визы без собеседования, если вы, естественно, находясь в Америке, ничего не сделали такого криминального, не накосячили, то сейчас вроде бы собираются на время вот этих вот ужесточений и норм, а всех людей опять приглашать на собеседование. То есть, если у вас виза сейчас исчерпалась, но вы были в Америке в прошлом году, или в позапрошлом, или в позапрошлом, то есть три года получается, то если, к примеру, в декабре месяце вы спокойно подали на эту визу, не приходя в консульство, теперь вам придется прийти. Хотя говорят, что будет исключение для несовершеннолетних детей, чтобы повторно не гонять, соответственно, будут некоторые послабления. То есть, это были такие первые пробные камушки. Опять же, пописали закон, и вроде бы будут строить великую американо-мексиканскую стену. Посмотрим, что из этого получится. На самом деле, подряд достаточно должен быть неплохой. Если стена будет хорошего качественного бетона, еще и арматура будет наверху, сверху, и колючая проволока, и минные заграждения, или еще что-то. Я думаю, что это очень неплохой подряд, и американской стороне надо радоваться, особенно тем компаниям, которые подряд получат на строительство этой великой стены. Ну, а, соответственно, Трамп сконцентрировал свои усилия на борьбе именно с нелегальной миграцией с стран Латинской Америки, что, собственно говоря, тоже правильно. В отношении иммигрантов из стран Восточной Европы, особенно России и Украины, пока ничего не заявляется. Видимо, россияне и украинцы – это капля в море на фоне огромного количества других беженцев. Поэтому серьезную угрозу для администрации они не представляют, и на демографию они тоже никаких особых ощутимых не оказывают изменений. Вот. Опять же, Украина. По-моему, в прошлое или позапрошлой неделе, а сейчас немножко уже упускаю события, состоялся 45-минутный интенсивный разговор между Путиным и Трампом, где были обсуждены основные вопросы. Я думаю, что обсуждалось всего только два вопроса. Обсуждался вопрос Украины и обсуждался вопрос Сирии. Опять же, это в рамках всего лишь одного вопроса. Ничего личного, только бабло. За 45 минут, я думаю, можно было обе темы решить достаточно быстро. Ну и, соответственно, сразу же было понятно, какой вектор взяла Америка. Вот. Украина для них не представляет для американцев и текущей администрации особого интереса. Никто за нее вписываться не хочет. И сейчас Трамп, я так понимаю, собирается оптимизировать все убыточные проекты, которые прошлая администрация использовала для поднятия своего собственного имиджа. Трампу такой дешевый пиар совершенно не нужен. Он будет действовать в совершенно другом ключе. И проект Украины для него скорее убыточный. Потому что в качестве какого-то стратегического партнера Союз Украины весьма сомнительный. То есть можно вбухивать туда огромные миллиарды, а выход будет ноль. Потому что очень специфическое там стоит руководство в управлении страной. Даже если это у руководства поменять на каких-то других людей, эти люди будут ничем не лучше, чем текущая администрация. Потому что так уже выработано годами. То есть какие люди там возле власти ошиваются, такая власть будет. Другие люди туда просто не попадают физически. Ну и поэтому вопросы, которые были заданы Трампом по поводу того, на что вы, ребята, потратили наши деньги и будь добрых вернуть, достаточно они звучат конкретно и убедительно. Посмотрим, как дальше будут разворачиваться отношения. Но насколько я вижу, что Америке вот этот проект убыточный с Украины, он совершенно не нужен. Ну и дальше тогда вырисовывается такая картина отношения России с Украиной. Потому что Вован, великий всей страны, вписавшись вот в эту войну и вписавшись вот в эти вот достаточно сложные отношения с Украиной, ему тоже придется выбирать какой-то последовательный путь для того, чтобы потом своим патриотам объяснить, почему он стал этот проект с Украиной закрывать. А закрыть ему этот проект тоже придет, потому что он тоже для России невыгодный и убыточный. Абсолютно такая же точная ситуация в качестве стратегического партнера. Украина для России тоже весьма сомнительный партнер. Весьма и весьма сомнительный. Так что посмотрим, что будет дальше. Так что события могут пойти совершенно... Посмотрим ближайшие месяцы. Пару слов расскажу про мою видность ситуации в России. Ничего нового и каких-то радикальных изменений я не вижу. Понятен, естественно, вектор того, что российские власти постараются в стране поддерживать управляемую стагнацию, насколько это возможно. Никакие изменения им не нужны ни в положительную сторону, ни в сторону ухудшения. Будет всеми силами попытка вот этого... Той ситуации, которая есть. Потому что любые изменения, они могут погубно сказаться на той расстановке сил, которая есть. И на балансе. И это может всю систему вот эту вывести из равновесия. С другой стороны, ситуация не может находиться в стагнации, а значит скатывается в сторону ухудшения. В чем это сказывается? Пообщался с некоторыми зрителями, которые проживают в регионах. И, соответственно, кто проживает в Москве. Если в Москве и в крупных городах власть усиленно делает всякие разные имиджевые проекты и показывает населению такой, как бы, вариант обновления фасада, то есть массовые какие-то застройки жилья, какие-то публичные прокладывания дорог или еще что-то, чисто чтобы показать населению, что все цветет, все процветает. А на деле все значительно ухудшается. У людей заканчиваются сбережения. Мелкий и средний бизнес отмирает полностью, потому что для того, чтобы функционировал мелкий и средний бизнес, необходимо, чтобы у людей были свободные деньги. Для того, чтобы воспользоваться какими-то услугами, пойти что-то купить себе. А у людей денег становится все меньше и меньше. Наблюдаются явные тенденции, что власть специальным образом создает такие законы и такую среду, чтобы происходило укропнение этого бизнеса. То есть мелкий и средний бизнес будут умирать, выживут только достаточно конкретные и крупные ребята, ну а населению придется выбирать между тремя вариантами существования или поддаваться в полный дауншифт и становиться безработными, или идти в какие-то госучреждения и работать за копейки, и, соответственно, жить по схеме, когда вам постоянно задерживают зарплату, и вы становитесь фактически крепостным. Эта схема уже отработана в Российской Федерации, не первый год она работает. То есть вы работаете, 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 а с вами рассчитываются аж там за полгода, которые были назад. И вы, соответственно, не можете с этого предприятия уволиться, потому что, уволившись, шансы получить деньги за прошлые месяцы практически как бы нулевые становятся. И, опять же, особо нету и выбора, куда люди могут в глубинке устроиться на работу. Ну и, соответственно, я пообщался, кто в регионах, у кого свой бизнес, хронические неплатежи. То есть даже люди, которые сидят на государственных контрактах, например, на ремонте дорог, на вырубке, расчистке разных родных магистралей и так далее, то есть вывоз мусора, даже вот государственные подрядчики, которые являются заказчиками, вот, и стараются не рассчитываться. То есть идет такой тедняк и задержка с выплатами, вот. Так что тенденция достаточно ясна. И, опять же, еще информация о том, что рынок недвижимости, опять же, находится в состоянии мертвым. То есть недвижимость не продается, я тоже это знаю из первых рук. Люди, которые планировали приехать в США, не только из России, но и из Украины, и из Казахстана, ситуация везде одинаковая. Рынок недвижимости встал. И за нормальные деньги, те, кто планировал в Америку перебраться еще в конце прошлого года, они не могут по причине того, что жилье не продается. Хотя уже цены были снижены до самого минимума. Вот такие тенденции будут на ближайшие несколько месяцев. Ситуация может быть переломлена совершенно неожиданным образом. Я думаю, что еще буквально одну минуту хотя бы уделить сирийскому вопросу. Потому что все упирается в цены на нефть. По прогнозам и с динамики, которая сейчас есть, нефть будет немножко дорожать при той ситуации развития событий. Их дойдет где-то до 65, как говорят аналитики. Но это будет где-то к июню месяца. И, соответственно, это уже видно по состоянию стоимости бензина в США. У нас сейчас бензин, который стоил еще где-то в октябре месяце 1,80$, сейчас уже стоит 2,20$. То есть, приблизительно средняя цена у нас по штату на этот бензин. И, соответственно, цена на нефть будет расти сейчас. А вот сирийские события, если ситуация пойдет каким-то другим путем, чем сейчас, может очень серьезно повлиять на вообще развитие всех событий. В первую очередь, конечно, на цену нефти. Все упирается, конечно, на подоплек всей этой интриги как раз нефтяная цена. Если кто помнит, из-за чего вся эта ситуация возникла с серией, все эти заявления про борьбу с идилом, про борьбу с осадом и прочей всей фигней, это все разговор в пользу бедных. Основная интрига этого противостояния между Россией и Америкой, Сирией, это прокладка фрагмента турбопровода, который будет протянут из Саудовской Аравии через территорию Сирии до Турции. Если ситуация там будет стабилизирована и нормализуется, как это нужно Америке, этот сегмент будет протянут до Турции и, соответственно, цена на нефть резко упадет. Соответственно, дальше события могут пойти совершенно другим путем, чем сейчас. Ну, поживем-увидим. Это был как бы такой краткосрочный анализ. Еще раз повторю, на текущий момент я не вижу каких-то резких изменений в той ситуации, раскладке сил, которая есть. Единственное, что я могу порекомендовать людям, которые планируют свою какую-то жизнь, это, первое, постараться в кратчайшие сроки решить свои визы и вопросы все. Вне зависимости от того, поедете ли вы в Америку, поедете ли вы в другие страны какие-то. Я бы все-таки настоятельно всем рекомендовал бы иметь какие-то визы в вменяемые страны, на всякий пожарный случай. Это первое. Второе, я бы рекомендовал бы вам, вне зависимости тоже, опять же, от того, что будет происходить у вас, аккумулировать свои активы. Основная ценность на 2017 год – это наличные деньги. Ни недвижимость, ни машины, ни драгоценности – это наличные деньги. На мой взгляд, и по моим ощущениям, это будет основная ценность в 2017 году. Поэтому, если у вас есть возможность ваши активы перевести в какую-то бумажно-хрустящую-звенящую форму, я бы вам рекомендовал бы такими возможностями воспользоваться. И не делать каких-то попыток запуска нового бизнеса на территории России – это однозначно будет проигрышный вариант. Какие бы вам ни сулили барыши и так далее и тому подобное. Очень рискованно в 2017 году запускать на территории России какой-то новый бизнес и делать какие-то инвестиции. Денежки лучше держать в консервной банке. Самый надежный способ. За сим откланяюсь. Можете прислушаться к моему мнению, можете не прислушиваться. Я не какой-то финансовый гуру, я не Уоррен Баффет. Я всего лишь высказываю сугубо свою частную точку зрения. Опять же, вы можете высказать то, что вы сами считаете нужным. Мне, кстати, было бы интересно послушать, какая ситуация у вас сейчас в жизни по сравнению с концом прошлого года. Затяжные выходные закончились. Имеется в виду праздники, Новый год и Рождество и прочее. Все уже вышли на работу, похмелье сошло и уже начался нормальный режим Нового года. Рабочего. Так что уже есть какое-то осмысление и понимание. Многие люди уже отдупляют ситуацию на этот год. Так что ваши комментарии я с большим интересом почитаю. Ну а если я успею смонтировать видео про поход в парк, значит я постараюсь его сегодня-завтра выложить. Ну, вам хороших выходных. Не болейте, не кашляйте и смотрите мой канал. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова